Добрый день! Мы продолжаем цикл программ, посвященных, извините за такую тавтологию, за игру слов, посвященных рециклингу. Это производство, этот завод называется «Фтор Алюмин Продукт» и был построен, вернее, реконструирован на месте производства предыдущего буквально за полгода. Вся эта красота и современная техника появилась здесь буквально за полгода. Предлагаю опуститься с небес на землю и посмотреть, как же здесь все устроено. Итак, ближайшее Подмосковье. Сюда поступает металлический лом для того, чтобы переродиться. Переродиться в абсолютно новую, что называется, с пылу, с жару металл. Но давайте обо всем по порядку. Технологический процесс – штука сложная. Тут можно легко запутаться, поэтому попытаемся последить весь процесс перерождения, что называется, шаг за шагом. Весь металл, который сюда поступает, независимо от его происхождения, проходит дозиметрический контроль и контроль на взрывоопасность. Причем происхождение этого лома может быть каким угодно. Здесь и останки автомобилей, и разломанные расходушки. Металл делится на две категории. Те, которые можно прессовать, и те, которые прессовать невозможно. Например, листовое и железо прессуются замечательно. А вот, скажем, части от двигателя утреннего сгорания прессовать бесполезно, а он будет колоться. Это пакетировочный пресс. Здесь прессуется металл, который можно прессовать. Небольшие брикеты, таким образом облегчая процесс плавления. Потому что понятно, что сконцентрированная масса плавится лучше. К сожалению, процесс сортировки сырья для будущей выплавки механизировать до конца невозможно. Но не придумали еще таких избирательных автоматов. Но, тем не менее, все, что возможно для людей, работающих на этом производстве, в плане облегчения их труда, сделано. Кстати, любому стороннему наблюдателю буквально сразу же бросается в глаза, как мало людей здесь работает. Так что мои утверждения о максимально возможной механизации производства не являются голословными. И вы сможете в этом еще не раз убедиться, посмотрев сюжет до конца. Однако не стоит далеко забегать вперед. Обо всем, как договаривались, по порядку. Итак, брикеты готовы к переплавке, но это далеко не весь металлический лом, который будет использоваться. Знакомый металл, вернее, знакомые отходы. Этот металл поступил со шведерной установки, той самой, о которой мы вам рассказывали. Это так называемые немагнитные фракции. Их вручную на вибростенде отбирает очаровательная девушка. Пойдем знакомиться. Кстати, о шведерной установке, которая размельчает предварительно кузова машины другой металл, мы уже рассказывали вам. Абсолютно непонятно, как девушки могут вот так вот на глаз вручную определить, где никель, где алюминий, где медь. Как у вас это получается? Вот так сортируем магнитные, легкие, 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 магнитные. А, не магнит, что это... А, то есть вы проверяете магнитом? Да, все, когда я через магнит. Вот сюда поступает, сюда поступает весь металл со шведерной установки, потом выходит на эту конвейерную ленту, после чего, соответственно, вот так вот вручную... Это что? Это у нас оттуда. Куда ее? Это у нас контейнер, есть оттуда. А мы его встали, потом переведем. Понял. Сложная работа. Надо напомнить, что современная утилизация автомобиля предусматривает его, то есть автомобиля, предварительную подготовку. С машин, помимо всего прочего, снимаются колеса, двигатели и коробки передач. Вот в таком виде металлический лом, в том числе и остатки автомобиля поступают сюда. Видите, вот кусок, например, двигателя. Это тормозной барабан, ему не место в этом сплаве, поэтому мы бросаем его вот в ту кучу, которая будет переплавляться отдельно. И переходим к знакомым вам вещам. Это двигатели, вернее, остатки двигателей. После того, как они, в том числе, и они будут переплавлены, металл поступит на заводы, которые производят в том числе и двигатели. Так что на газ, на вас, заводский автомобильный завод, все это пойдет уже в качестве хорошего, качественного металла. То, что вначале показалось мне песком, оказалось солью. Это калий-хлор, а там наверху натрий-хлор. Эти соли необходимо добавлять в печь во время выплавки металла, для того, чтобы эта соль, укрывая металл, не давала ему гореть, не давала ему окисляться. Таким образом, процесс идет значительно лучше. Следующий герой нашего высокотехнологического повествования – вибротележка. В нее при помощи фронтальных погрузчиков подается сырье. Этот процесс, так же, как и все остальные на данном производстве, четко контролируется. Недопустимо добавить какие-либо неподходящие для этого сорта алюминия ингредиенты. Это все равно, что в чай вместо сахара добавить соли. Ну, или мне так кажется. Вес сырья и флюса, той самой соли, о которой мы рассказывали раньше, фиксируется в карте плавки. Для снижения запыленности при загрузке шахтовой вибротележки включается система отсоса пыли. Кстати, эта система работает настолько эффективно, что в самих цехах пыли не сыскать вовсе. Для загрузки печи сырьем и флюсом оператор открывает распашные ворота, ведущие из загрузочной камеры в цех и открывает дверь печи. После этого оператор осуществляет ввод вибростола из загрузочной камеры и подводит его к печи в так называемую загрузочную позицию. После того, как вибростол подошел к печи, оператор осуществляет загрузку печи. По завершении загрузки печи оператор отводит вибростол обратно в загрузочную камеру, закрывает ворота, закрывает печь и включает горелку печи. Контроль и управление процессом плавки осуществляется специальной программой. Оператор печи осуществляет контроль за параметром процесса плавки, скоростью вращения печи, ну и расходом газа, естественно. В общем, все по науке. После перелива из печи алюминия в миксер происходит его предварительный прогрев. При достижении определенной температуры берется проба, обтачивается на станке и в дальнейшем пробивается на химанализ в лаборатории. При получении готовой химии считается шехта для определенной марки, после чего шехта завешивается и с помощью погрузчиков подается в миксер. Это только в поговорках говорится, не досол на столе, а пересол на спине. Здесь все по-другому. Не может быть современной технологии литья и никаких неточностей, поэтому все ингредиенты, так называемые шехта, добавляются строго в необходимых количествах. Понятно, что добавить шехту непросто. Температура в печи такая, что подходить страшно. Остается поражаться мужеству или, я бы даже сказал, безбашенности оператора, который, несмотря на невероятный жар, все же смог приблизиться к этому жерлу вулкана. После того, как добавляются все, используя все ту же кулинарную технологию приправы, происходит процесс размешивания. Но размешивают, как вы понимаете, не обычным половником, а специальным каром с длинной такой рамой впереди. Человек, управляющий этим каром, сидит за специальным стеклом, но, тем не менее, складывается впечатление, что и там достаточно жарко. После того, как мы ввели в миксер лигатуру в виде кремния и меди, нам надо удостовериться в качестве нашего сплава. Для чего оператор миксера берет пробы, переливая алюминий в специальные формы. После охлаждения пробника необходимо его обработать на токарном станке, чтобы дать ему гладкие поверхности для правильного определения химического анализа. Лаборатория находится в соседнем здании, буквально в нескольких шагах от цехов с печами. Но это же другой мир, мир, которым правят милые и такие стеснительные девушки-лаборантки. После токарной обработки образец проверяется на химический анализ. На экране монитора мы видим весь химический состав этого образца. Только после того, как все проверки и тесты однозначно указывают на то, что алюминий соответствует той марке, которой он должен соответствовать, дается команда начать разлив. И вот он, долгожданный момент. Все люди, которые работали на этом производстве, работают сейчас, они работают для того, чтобы потекла вот эта вот маленькая речка, этот ручеек из расплавленного металла. Хорошего, качественного, мы только что проверили его, качественного металла, который потом отливается либо в чушки, либо в такие пирамидки, либо в дробь, в зависимости от того, куда и для каких нужд этот металл будет поставляться. Да, не зря я все-таки использую кулинарную терминологию. Посмотрите, как расплавленный алюминий похож на молоко. С него также можно снимать пенку. Как только переливной желуд, ведущий из миксера на конвейер, заполнится равномерно алюминием, оператор переходит на работу в режиме автоматического разлива. Для этого включается измерительное лазерное устройство, которое измеряет высоту уровня жидкого алюминия в переливном желобе. Пройдя по желобу через фильтр «Бокс», металл подается на разливочное колесо, находящееся на конвейере. Металл, поступивший на разливочный конвейер, охлаждаются водой чушки, пройдя весь конвейер, выбиваются из изложниц с помощью молотков, находящихся в конце конвейера, и складируются в пакеты. Нет, это не солнце раскаленное, это раскаленный шлак. Вы только посмотрите, какая красота. Красота и мощь. Как у любой, между прочим, мрачительной хозяйки, на этом производстве, как говорится, всякая лыка в строку. Не пропадает ничто. Кто бы мог подумать, но тем не менее, на производстве, которое работает в отрасли утилизации, научились утилизировать все, даже отходы собственного производства. Отходы, образующиеся из печи после переплавки алюминиево-содержащего шлака самого алюминия, всыпаются в шлаковнице, в дальнейшем отправляются на прессовку, после остывания переворачиваются, дробятся, и отправляются в дальнейшем на переработку. Иными словами, выгруженные из печи шлаки после остывания не отправляются на захоронение, как и на большинстве предприятий, а после остывания дробятся и отправляются на дальнейшую переработку, после чего они используются на предприятиях черной металлургии в качестве тех самых плюсов, о которых мы с вами говорили. Но вернемся к готовой продукции. Промышленная компания «Фтормед» в месяц производит 2500 тонн алюминия, что в год составляет около 30000 тонн. Для этого ежегодно перерабатывается около 40000 тонн металлического лома. Готовый алюминий в зависимости от типа сплава поступает либо на Череповецкие или Магнитогорские металлургические комбинаты, либо на Волжский моторный завод. После слива алюминия через конвейер получается чушка. Чушка укладывается в пачки, пачки выводятся на площадку, они остывают. После остывания они завязываются. На каждую чушку наносится маркировка соответствующего госу сплава, который мы сплавили. После этого пачка завешивается и формируется пакет, формируется партия, которая в дальнейшем отправляется производителю. На данный момент мы видим раскислитель, который отправляется на металлургические комбинаты для добавления в печь. Как все-таки приятно смотреть на плоды труду, пусть даже и не своих. Хотя, побывав на этом производстве, чувствуешь какую-то сопричастность, что ли. Во-первых, дело полезное, утилизация, а во-вторых, сколько металла получилось. Люба дорого посмотреть. Помимо раскислительных сплавов, мы также производим сплавы марочные, которые идут на автомобильные заводы, из которых потом выплавляют в дальнейшем детали двигателя и автомобиля. Удивительное дело, но санитарная норма вокруг производства всего 150 метров. Это абсолютно официально. Мало того, что производство безотходное, оно еще экологически безопасное, я бы даже сказал, абсолютно чистое. Так что незрение официальным лозунгом завода является фраза «каждая соринка – витаминка». Субтитры создавал DimaTorzok